Смотрите, какая у нас первозданная чистота. Снежок. Сегодня сейчас расскажем, как термогулятор работает и как протеплиться еще. Сейчас будем тропинки натаптывать. Какая красота, снег. Компостную яму закрыл. Юля там бегает. Шашлыки жарить. Сегодня минус 8 или минус 10. Супер вообще. Всем доброго прекрасного дня. Мы находимся на нашей испытательной фазенде. Строящейся потихоньку, много-много лет, не спеша. Это теплица легенда. Вопрос в чем? Снегопады, зима предстоит. Так как у нас теплица, наша теплица с гарантией 10 лет, мы за них не переживаем. Мы не чистим снег, не ставим подпорки, не убираем поликарбонат. По одной причине, что мы изготавливаем теплицы из толстой трубы, так сказать. Максимум 1,5 мм. 1,4 мм. 1,5 мм. Плюс усиленно. Видите, на них везде снег лежит. Всем совет, кто приобрел теплицы без гарантии, без усиления. То есть, если производитель не дает вам никакую гарантию, то это означает одно. Нужно ставить подпорки или убирать поликарбонат. И третье, это заниматься физкультурой. Слышите? То есть, чистить снег с теплиц. Но иногда бывает, что... Видите, как-то, Алексей, чистить снег. Бывает иногда так, что очень хороший снегопад и теплица рухнула. Вы не успели почистить. Поэтому ставьте подпорки на зиму, чистите снег. Других вариантов не дано. Если вы приобрели теплицу без гарантии. Это легенда наша стоит. Это легенда 2,5 мм. Тут стоит экспериментальный наш космос. Это полтора под баклажанчики. Небольшая теплица такая. С дверями купе. Видите, какая аккуратная. Две грядочки, проходят, красиво все убрано. На зиму вымыто. Это у вас хоть как минимум должен быть хотя бы горизонтальная арочная теплица. Горизонтальный усилитель. Если у вас нет даже горизонтальной, ставьте подпорки. Бревна, верхнюю тягу. И усиливайте. Усиливайте обязательно. Без вариантов других. Или ваша теплица просто... Нужно. Снежок. Вот. Несколько снега. Это еще такой у нас первый, так сказать, снежок лег. Хорошо так. Красота. Видите, там видно. Чистит, чистит. И вот, смотрите, здесь вот лежит у нас снег. На легенде. С одной стороны у меня просто стоит водосточка. Мы ее делали, когда у нас не было скважины, чтобы не набиралась вода в бочке для полива. Первый год самый. И в канистрах замучились водить и набирала бочки. И сейчас, видите, он задерживается на этих водосливах. Ну, мы так оставили для экспериментов. Здесь прям гора такая, снега получается. А с другой стороны она съезжает из-за формы. Видите, скат. Она накопится и раз съехала. И еще небольшое видео, как у нас устроено. У нас устроено, значит, все темники висят даже. Видите, посильник, когда рано темнеет. Обработать можно. В одном торце форточка с автоматом. В другом, в стене тоже, форточка с автоматом. Форточка треугольная в крыше. Автомата не убираю, я просто проверяю. Смотрю, как они мы по максимуму испытываем. Испытываем по самым тяжелым нагрузкам. Здесь стоят емкости. Раз, пятьсот, два, пятьсот. Таймеры с капельным, контролеры отключены сейчас с капельным поливом. Ничего не отключаю, воду только слил, сколько моглось, и все. Вот такие грядки. Перекопали, потом мы весной будем сюда добавлять почву новую. То есть смесь сделать. Вот здесь грыж стоит. Все в плиточке. И здесь также, видимо, сидера еще какие-то остались. Также в этой стороне тоже так же. Здесь у нас стекло, стекло и поликарбонат. Многие спрашивают про хозблок. Теплица длиной 11 метров, два отделения по 4 метра и одно отделение 3х3. В котором находятся две емкости по 500 литров. На подставках. Видите, вот такие полочки. Мы там еще полочку не доделаем под той емкостью. И здесь пошла разводка на капельный полив. На капельный, воду набирать. Все это пластиково, все продается. Здесь стоит щиток электрический, разводка электрика. И вот такая вот заполнение. Здесь стоит и лягушка специальная, которая под давлением. Раз закончилось, вода начала набираться автоматически. Раньше, видите, все вручную набирают. Вот она труба такая идет. И вот так заходит в теплицу. Кран. Здесь же можно открыть, он замерзнет. Кран. Здесь, если что, можно набрать. И такие две подставки. Раз, такой стеллажик. И в этом углу другой. Вот так вот все сделано. И дверь. Выключатели. В общем, все просто. Здесь вот в одном сделал двухсторчатую дверь. Все это экспериментально. Как бы смотрим методом проб и ошибок. Чтобы лучше людям. Вот даже смотрите по монолиту. Видите, какое расширение. Надо расслаблять все, опять перекручивать. Но потом, когда жарко, опять становится. А здесь просто проем. И мы здесь шторку, например, весной делаем. Просто шторку. А так всегда здесь открыт проем. Оставили без дверей, чтобы они не мешались. Ну, вроде бы все. Вот так вот. Смотрите нас. Читайте. Ставьте лайки, комментарии. Сегодня будет пост интересный. Какая красота. Шпалеры стоят. Это подставка под емкость. Тут летние души. Разливать воду по огороду. Там елочка голубенькая. Компостная яма. Такая красота. Поэтому всем прекрасного дня.